Среда, 4 утра. Бобруйский военкомат. Голос по громкоговорителю делает объявление. Призывники. Без сопровождающих зайти в здание военного комиссариата. Дистанция 1 метр друг от друга. Именно так для парней начинается армейский путь. Осенний призыв отличается от своих предшественников. Всему виной непростая эпидемиологическая ситуация. Никаких торжественных мероприятий. В то же время на сборных пунктах принимаются все рекомендованные Минздравом меры для предотвращения распространения вирусной инфекции. Молодые люди в масках на входе руки обрабатывают антисептиком. В вооружении также бесконтактный термометр. Перед самой отправкой в актовом зале военкомата проверяют количество парней и личные вещи, чтобы отправиться в путь без запрещенных продуктов и предметов. Сегодня направляются ребята для Министерства внутренних дел во внутренние войска. Правляются более 40 юношей, которые будут проходить службу в городах Гомель, Минск, Могилев, Новополоск. В это время на улице их провожают родители, друзья, любимые девушки. Пока одни улыбаются, другие утирают слезы. Как-никак, проводы в армию. Праздник с оттенком грусти. Какого провожаете сегодня? Сына. Какие эмоции испытываете? Ну, чувство гордости, что, по крайней мере, он тоже пойдет служить в армии, защищать родину. Поэтому... И тревоги немножко. И тревоги тоже немножко, да. Все на месте, здоровые и готовые в путь. Проверка завершена. Сейчас признанники занимают свои места в автобусе, которые проследуют по маршруту Бобруевск-Могилевский областной военкомат. И уже оттуда будущие солдаты отправятся в воинские части Беларуси. Куда служить едешь? В ВД Минск. Нужно служить вообще? Да. Окей, почему? Ну, полтора года, можно сказать, изоляции от внешнего мира дают осознание тебе, кем ты вообще хочешь быть по жизни и как это саморазвиться именно в этот период. Двери автобуса закрываются. Следующая остановка – вооруженные силы. Максим Кеммель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова